На встречу с активом «Голубых Далей» глава города приехал на час раньше, намеренно, чтобы не со слов, а своими глазами увидеть, чем и как живет микрорайон. В целом, за последние годы эта часть Адлера, как говорят сами местные жители, изменилась до неузнаваемости. Отремонтированы фасады домов, заасфальтированы проезды, появились новые кломбы и зоны отдыха. Я же сказал, заодно буду в микрорайонах, буду смотреть все со слов. И в первую очередь главу города интересовала, как идет работа по подготовке школ и детских садов к новому учебному году. В 26-й общеобразовательной уже почти все готово к 1 сентября. Идет размещение информационных материалов. Так, на стенах школьники решили рисунками рассказать о Хартии «Я люблю Сочи». Свообразный договор, который заключают жители города, самим городом, это обещание? Ну, нет, формируют, формулируют. Все дошкольные учреждения города должны были к 1 сентября не только сделать ремонт, но и увеличить количество мест. В 107-м детском саду помещение для новой группы уже почти готово. Подвижные кровати, надето будет столы. Ну, сколько получается? 99. 99. На 30 мест больше стало и в соседнем 113-м детском саду. Здесь, к приходу юных сочинцев, также почти все готово. Осталось закупить мебель. Информацию о том, что в этом году проблем с местами в дошкольных учреждениях уже не будет, глава города попросил актив микрорайона донести до всех местных жителей. Но основной темой дискуссии стало, как и ожидалось, недавнее подтопление прибрежных улиц этой части Адлера. Как выяснили специалисты водостока, одна из причин – в коллекторе, который расположен на территории базы СУ-2. По этой территории проходит коллектор, который заилен, то есть там 50 метров, и он уходит на жилой сектор. Территория этого предприятия загрязнена, валяются почки с мазутом, с краской, не знаю, в чем строительный мусор валяется. Естественно, когда поднимается вода, и все это попадает в ремонт коллектора. Глава города потребовал привести в порядок коллектор в ближайшее время. Еще одной темой обсуждения стало закрытие поликлиники на Голубых Далях. Вопрос злободневный, подчеркнули сочинцы. Женщины молодые с детьми обращаются ко мне, что у нас закрыли поликлинику детскую на Голубых Далях. И сейчас приходится всему району и вообще ниже Ленина, вообще вот этому району ехать туда. Помещение, которое являлось, находится в аварийном состоянии. Людей туда пускать нельзя. Мною принято решение передать новое помещение под поликлинику. На Кирпичной, два, на первом этаже будет поликлиника. Сейчас выделяются деньги из краевого бюджета, потому что это их подведомственность. И до конца этого года появится у нас хорошая новая поликлиника. Говорили на встрече и о незаконных сбросах канализационных стоков в Ливневке. Среди нарушителей жители как многоэтажных, так и частных домов. Глава города потребовал от коммунальной службы незамедлительно отключить всех таких потребителей от водоснабжения и заставить их или подключиться к централизованной канализации, или установить локальные очистные сооружения. На будущей неделе по этой проблеме в Альдере состоится совещание и обход с участием представителей прокуратуры Сочи. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.